МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На первом караганинском новости в студии работы Саят Балмакаев. Здравствуйте. Вначале о главном. Еще ближе к народу. Женес Хасымбек провел прием граждан по личным вопросам. В области реализуется концепция слышащая государство. Караганинскую область взяли в плен первые морозы. В школах отменяются занятия, а больницы пополняются пациентами. Врачи призывают караганинцев следить за изменениями погоды. Пример настоящей дружбы и отваги. В прокат вышла отечественная картина «Казбат». В центре сюжета событий на таджикско-афганской границе, унесшая жизнь 17 казахстанских солдат. Еще ближе к народу. Женес Хасымбек провел прием граждан по личным вопросам. Подчиненные на месте давали необходимые пояснения, что обеспечило максимально оперативное решение проблем. Юлия Богаченко пришла на прием Акима в надежде, наконец, решить свою проблему. Она представляет интересы жителей одного из жилых домов на проспекте Республики. Мини-маркет, расположенный в многоэтажке, незаконно подключился к внутридомовым тепловым сетям. Температура воздуха в квартирах после этого стала ощутимо ниже. «Все это было незаконно, и эти документы являются неофициальными. АТО «Теплотранзит Караганда», учредителем, насколько я знаю, которого является, по-моему, Акимат, выдает на основании этих неофициальных документов, которые даже как документы разрешительные, документы в обход собственников жилья. «Я одна из 80 этих собственников». Женес Касымбек поручил отправить в данный жилой дом проверку. Уже в течение недели проблему решат, а виновные понесут наказание. Ни одно обращение карагандинцев не осталось без внимания. По каждому вопросу Акимобласти дал свое поручение. «С этим стажем на какую зарплату можете взять? Нужно рассмотреть все возможности, все варианты. Я даю поручение, если необходимо, с руководством вашего СНЖСа, перебиваю на столе, а зарплату уже 150 конституционных детей». «Все, я наличный контролюю». «Ни наличный контролюю, до понедельника решите?» «Все ясно». На прием пришли люди разных социальных категорий. В их числе многодетные матери, пенсионеры, предприниматели. Некоторые заявители специально приехали из отдаленных городов. Всего в течение дня жены с Касымбек успел принять 58 человек. Горожан волнуют темы ЖКХ, очередей на жилье и социальную поддержку. Также озвучили жалобы на работу чиновников и местных исполнительных органов. Такой прямой диалог с народом стал примером концепции слышащего государства. Полина Малюкова, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Проблема многодетных матерей – благоустройство жилых дворов. С этими и многими другими вопросами карагандинцы обратились к Акиму города. 21 ноября, в единый день приема граждан, Нурланова Киров встретился с горожанами. Многоэтажный жилой дом номер 52 на улице Шахтеров был сдан в эксплуатацию 5 лет назад. Сегодня делегация жильцов пришла к Акиму города со своей главной проблемой. В доме не установлена пожарная сигнализация. Из-за этого специалист управления по чрезвычайным ситуациям оштрафовал жильцов на крупную сумму. Аким Караганды сразу отметил, что подобное нарушение недопустимо. Здесь же жильцы пожаловались на отлетающую облицовку дома. Нурланов Бакеров сообщил, что одна из строительных фирм готова устранить неисправности. Поэтому я попросил компанию «Атлан Билдинг», чтобы они поправили это. Это чисто такой жест, это такой жест доброй воли с их стороны. Поэтому им создали установку, чтобы полностью где отваливается эта стена, возможность обрушения. То есть они что, погородили, чтобы они ее разобрали, максимально его на место поставили, что возможно сделать. Горожане также обратились к Акиму со своими проблемами. Кто-то пожаловался на плохое отопление в квартире, а кто-то недоволен тем, что его исключили из числа получателей адресной социальной помощи. Многие карагандинцы обратились к Акиму с вопросами о благоустройстве. К примеру, Марина Левицкая представляла жителей дома номер 47, 14-го микрорайона. Шесть лет мы не можем добиться ни тротуаров для детей до школы, потому что там нет дороги. Там дорога, ездят машины, дети ходят вдоль дороги. То есть уже не один случай был, что сбивали детей у нас. Во-вторых, у нас нет освещения во дворах. У нас горит два фонаря, у меня двое детей-инвалидов. То есть вечером ребенок даже не может выйти во двор, потому что там темно. 47-й дом, как вы знаете, он последний. Там степь, там ничего нет. Не только городоначальник, но и представители всех отделов принимали карагандинцев. Единый день приема граждан состоялся в рамках концепции «Слышащее государство», основная цель которой – обеспечение диалога между правительством и народом. Андрей Тенаман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Карагандинскую область взяли в плен первые морозы. В школах отменяются занятия, а больницы пополняются пациентами. Врачи призывают карагандинцев внимательно следить за изменениями подгодных условий и теплоодеваться. За прошедшие сутки в областной травматологический центр поступило пять пациентов с переохлаждениями и обморожениями разной степени тяжести. Цифра не угрожающая, уверяют медики. В целом карагандинцы в этом году хорошо информированы. Синоптики, специалисты службы чрезвычайных ситуаций и СМИ заранее предупредили горожан о приближении холодов. Нам остается только следить за ситуацией за окном и соответственно одеваться. Поэтому хотелось бы обратиться к карагандинцам, чтобы они были осторожны. Когда холодное время суток наступает, когда впереди морозы, нужно быть осторожными при работе на улице, иметь какие-то средства теплоизолирующие человека. И в дальнейшем при выезде на какие-то трассы, соответственно, с собой необходимо брать и теплое белье, и снаряжение, и готовиться вообще по-серьезному к дороге. Председатель Федерации профсоюзов Казахстана Ералет Тухжанов с рабочим визитом побывал в Жизказгане. Он спустился в шахту Аненская, где встретился с подземными горнорабочими и ознакомился с условиями труда. Особую заинтересованность шахтеров вызвал вопрос о снижении пенсионного возраста для горников. Председатель Федерации профсоюзов Казахстана Ералет Тухжанов встретился с трудовым коллективом многопрофильной больницы Жизказгана. Он отметил центральную роль медиков в охране здоровья населения и обеспечении эффективной медицинской помощью. Ералет Тухжанов отдельно остановился на задачах профсоюзов по развитию социально-трудовых отношений в области здравоохранения, в том числе и в сфере защиты медиков от необоснованных обвинений. Позиция мы будем защищать. Никто не имеет права выступать обвинительным уклоном. Никому, ходя в средства массовой информации или чиновники разного уровня, никому не дано право. Если там вопросы, ну там бывают разные ситуации, со смертельным исходом, есть врушительная ошибка, вымер в войну, наверное. Поэтому в этом вопросе наша позиция однозначна. В этот же день Ералет Тухжанов встретился с преподавательским составом и студентами Жизказганского колледжа бизнеса и транспорта. Обеспокоенность профессиональных союзов сегодня вызывает высокий уровень молодежной безработицы. Глава федерации отметил важность активного вовлечения учебного заведения в государственный социальный проект, в рамках которого выпускники колледжа имеют возможность трудоустроиться в различных предприятиях и организациях. Профессиональными союзами предприняты значительные меры в области усиления государственной поддержки и стимулирования учительского труда. Показателем стабильности является новый законопроект о статусе педагога. Находясь на защите социальных интересов учителей, профсоюзы принимали активное участие в разработке данного документа. Ералет Тухжанов также побывал на шахте Анинская восточно-Жизказганского рудника. На встрече с горниками он сообщил, что вопрос снижения пенсионного возраста для шахтеров находится на особом контроле у Казахстанской федерации профсоюзов. В ближайшее время соответствующие предложения будут направлены на рассмотрение парламента и правительства страны. Андрей Тенн, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. 2019 год стал завершающим этапом второй пятилетки индустриализации страны. Структура валового регионального продукта промышленно занимает около 50%. Главные вопросы индустриально-инновационного развития области обсудили на брифинге в региональной службе коммуникаций. За пять лет доля обрабатывающей промышленности выросла с 27 до 32%. Объем промышленного производства превысил уровень 2 триллионов. Это стало возможным за счет роста отраслей цветной металлургии, производства металлических изделий и фармацевтики. В металлургии в прошлом году были запущены такие крупные проекты, как завод по выпуску катодной меди, 40К, Копер, литейное производство Форевер и модернизация с увеличением производства золотоизвлекательной фабрики Пустынный, Алтын-Алмаз. В текущем году данные предприятия выходят на проектную мощность. Как вы заметили, в промышленности области по-прежнему преобладает металлургия. Основными предприятиями это Арселор Миттл, Тимиртау и корпорации Казахмаз, доля которых в отрасли составляет более 70%. Сейчас в области функционирует около шести проектов с инвесторами Китая. Присутствие иностранцев в них на самом деле минимально. В основном они занимают должности менеджеров. Основная задача руководителей – обучить и привлечь к работе наших молодых специалистов. Доля инвестиций китайских, китайских инвестиций сейчас по сути незначительная. Вот наши проекты. В основном это проекты, во-первых, это наши казахстанские проекты «Антерас». Второе – российские присутствуют. Присутствуют западные. Вот, к примеру, в Жаремский ГОК строится большая обогатительная фабрика. Инвестиции 140 миллиардов. Здесь присутствует, как я уже сказал, швейцарская крупная компания «Глинкор». Сегодня можно подвести первые итоги индустриально-инновационного развития. Доля вовлеченных предприятий увеличилась на 15%. Вся работа направлена на развитие промышленности, что, соответственно, поспособствует росту экономики региона. Завершается разработка проекта третьей пятилетки индустриализации. Программой запланирован переход от отраслевых приоритетов в пользу поддержки эффективных производителей. Полина Малюкова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Пример настоящей дружбы и отваги. В прокат вышла отечественная картина «Казбат». В центре сюжета события на таджикско-афганской границе, унивших жизнь 17 казахстанских солдат. Сюжет фильма окунает нас в события весны 1995 года. На таджикско-афганской границе 7 апреля под обстрел маджахедов попала 7-я сводная рота. Пятичасовой бой унес жизни 17 солдат. Среди них наш земляк Иркебулан Макожанов. Сегодня в его честь названа улица и установлено несколько памятников. Шурман Абзалов получил в битве тяжелое ранение и сегодня с болью вспоминает однополчан. Мы с солдатами сидели на машине и начали со стороны Афганистана стрельба. Начали бой, там снайперы хорошо работали. Там сейчас эти фильмы посмотрите, там видно, там какой гора. Там нам ничего не видно. Там бой был, их афганские маджахеды, их постановка основной. Короче, через два часа наши роты все. Внутренние войска не забывают своих героев. Автором идеи фильма стал главнокомандующий национальной гвардии РК генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков. В главных ролях фильма снялись молодые актеры. Ренат Душебеков, Даурен Сергазин, Халык Рахат, Диасмур Захмет и другие. Картина Казбат не просто боевик. Она рассказывает об армейской дружбе, верности. В ней четко запечатлена роль солдата. Указан у султана Назарбаева, пятеро из семнадцати погибших воинов посмертно награждены орденами Айбын. Второй степени. Двенадцать медалью Жангиршлык-Ерлы Геушин. В фильме как раз это все рассказывается. Как у них строилось взаимоотношение, как подготовка, как учебный процесс был подготовлен. И через что прошли военнослужащие, прежде чем их направить в Таджикистан. Потому что порядка двадцати сводных рот в период с 1993 по 1999 годы прошли свыше две тысячи военнослужащих в составе двадцати рот. И вот это по счету была седьмая рота. В знак глубокой признательности казахстанским воинам в Душанбе сооружен монумент. А в Нур-Султане открыта аллея памяти семнадцатых героев внутренних войск и обелиск памяти. Памятники также открыты в Шимкенте, Петропавловске и других городах страны. Телевизионная версия одноименного фильма в формате десяти серийного сериала будет транслироваться на республиканском телеканале в следующем году. А с 7 апреля фильм покажут к 25-летию со дня памятного боя. Полина Малюкова, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Органицкие и полицейские провели благотворительную акцию в честь Всемирного дня ребенка. Стражи порядка навестили воспитанников детского дома «Кулуншак» и вручили им подарки. Полицейские подарили воспитанникам детского дома конструкторы робототехники и сладости. Ответным жестом стал праздничный концерт. Юные певцы-танцоры выступили вместе с артистами концертного объединения имени Калибайжанова. От имени всех стражей порядка детей поздравил заместитель начальника департамента полиции Кайркен Алиев. Желаю, чтобы каждый ребенок на этой планете был счастлив и здоров. Чтобы дети всегда были окружены добротой, заботой и бесконечной любовью. Пускай счастливыми будут ваши ясные детские глаза, пускай они всегда светятся радостью, здоровым любопытством и искренним удивлением. Крепкого здоровья, веселых друзей и сказочных событий. Учитесь на «Отлично» и занимайте спортом, а мы в свою очередь окажем вам всяческую поддержку. И чтобы вы приносили счастье детскому дому Кулыша, чтобы помогали. Кулыша делает, говорит, добро. Добро не вернется к вам, вернуться могут к вашим родственникам. Поэтому всегда делайте добро. Всемирный день ребенка учрежден в 1954 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Праздник ежегодно отмечается 20 ноября. В этот день, в 1959 году, была принята Декларация прав ребенка, а в 1989 – Конвенция прав ребенка. По завершению программы дети и взрослые сфотографировались на память. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Каргандинский. На этом все. Оставайтесь с нами, будьте в курсе самых актуальных и интересных новостей нашего региона. И не только. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!